Ротвейлер Ротвейлер – не просто разновидность сторожевых собак, это особая сторожевая собака. Разумеется, хорошими защитниками могут быть и овчарки, и собаки типа Пинчера или Шнауцера. Но если вы хотите иметь друга, один вид которого внушает уважение, который никому не позволит украсть у вас что-то или причинить вам вред, который при этом всегда остается спокойным, невозмутимым и надежным, первое, что приходит в голову, это большая сторожевая собака. Ротвейлер соединяет в себе мощь и импозантность древних собак с ловкостью и быстротой реакции, столь необходимыми для исполнения функций защиты. Это единственная собака, взглянув на которую мы понимаем, что находимся в безопасности. Зверь, убийца, страшная собака. Такие обвинения часто можно услышать в адрес Ротвейлера. Что же из перечисленного правды? Ровным счетом ничего, когда дело касается породы в целом. Собак-убийц не существует. Существуют только неразумные и скверные хозяева. Однако, каждая собака в отдельности действительно может быть опасной. Разумеется, собака становится злобной по воле хозяина, но опасным Ротвейлер может быть также в том случае, если хозяин не умеет заставить его слушаться. Впрочем, все вышесказанное в равной степени относится и к пуделю, и к такси. Единственная разница состоит в том, что укус Ротвейлера гораздо полезнее, чем укус пуделя. Но собака не виновата в том, что она большая и сильная. Хозяин должен понимать, какую ответственность он несет за этого крупного пса, ведь он может проявлять агрессивность. Главным образом на это ссылаются те, кто не любит Ротвейлеров. И все же проясним один существенный момент. Агрессивность вовсе не барон. Это естественная черта характера любого живого существа, включая человека. При дрессировке сторожевых собак к этой черте следует подходить осторожно, но ни в коем случае не подавлять ее. Рассмотрим два примера. Сейчас собака принимает обычное, но резкое движение за попытку напасть на хозяина, и успокоить ее невозможно. А сейчас хозяин действительно является свидетелем нападения, но собака не вмешивается, она ждет четкой команды, чтобы броситься в погоню за преступником. Кто может обвинить такое животное в жестокости и бесконтрольной агрессивности? Мы представили вам одного и того же Ротвейлера в одном и том же месте, в окружении одних и тех же людей, чтобы доказать, что способность защищать может быть как опасной, так и полезной для окружающих. Все дело в том, способен ли хозяин контролировать свою собаку, запрещая ей действовать самостоятельно и руководя боевыми действиями в любой ситуации. К этой теме мы скоро вернемся. Но прежде необходимо разобраться, что мы понимаем под готовностью защищать. Это природный дар, именно дар. Он сформировался благодаря соединению некоторых особенностей, присущих всем собакам, но особенно характерен он для тех пород, в которых это качество вырабатывалось специально. Как мы видели, сторожевая собака должна быть агрессивной и воинственной. Кроме того, она должна быть хорошо натренированной и легко переносить боль. Но достаточно ли всего этого? Разумеется, нет. У собаки должен быть стимул. Попросту говоря, она должна хотеть защищать своего хозяина. Но разве возникло бы у нее это желание, если бы она в самом деле была зверем, видящим в человеке своего врага? Конечно же нет. Собака способна защищать только две вещи. То, что она считает своим, в нашем случае мячик, и то, что она любит. Кстати, Ротвейлер считает своей собственностью территорию, на которой живет. Поэтому он отличный сторож. Но для этого хозяин непременно должен любить своего питомца. Поэтому бессмысленно говорить о собаках-зверях и собаках-убийцах. Ротвейлер очень любвеобилен. Будучи щенком, он радостно бросается в объятия своему хозяину и всей его семье. Остальное полностью зависит от человека. Если с детства приучить щенка к обществу незнакомых людей и дружелюбному обращению, он всегда будет ласков к окружающим. Если же держать его в изоляции и лишать возможности узнавать мир, то впоследствии он будет видеть опасность в том, что кажется ему незнакомым, будь то человек или вещь. К сожалению, многие считают, что слишком общительный или дружелюбный пёс не может стать полноценным сторожем или защитником, но они глубоко ошибаются. Хорошая сторожевая собака должна уметь отличать друзей от врагов, шутку от агрессии и так далее. Но она не сможет составить себе представление о мире, если лишить её контактов с людьми, детьми и другими животными. Нужно иметь в виду, что каждый человек, живущий в обществе, может когда-нибудь подвергнуться агрессии, хотя большую часть времени он, конечно, проводит в спокойной обстановке и с приятными людьми. Это должна отчётливо понимать и собака. Нормой являются спокойные отношения, а не ссоры. Поэтому, когда тестируют ротвейлеров, предназначенных для выведения потомства, особенно тщательно проверяют их психическое равновесие. Собаку помещают посреди достаточно оживлённой группы людей, ведущих себя при этом совершенно безобидно. Если в такой обстановке собака проявляет агрессивность, испытания она не проходят. Если же собака повела себя спокойно, то она подвергается следующему тестированию. Теперь она должна показать своё умение обороняться в случае необходимости. И, наконец, что особенно важно, она должна продемонстрировать абсолютное послушание, то есть немедленно отступить по команде хозяина. Вот требование, которое ротвейлер-клуб предъявляет к животным, чтобы признать их годными для произведения потомства. Готовность защищать, уравновешенность, послушность и контролируемость. Так что собака, прошедшая этот тест, вряд ли когда-нибудь станет героиней скандальных газетных заголовков. Если про неё и напишут, то только о её доблестных поступках, таких как этот. Прежде чем подробно говорить о характере собаки, остановимся на истории происхождения ротвейлера, который восходит к огромным древним азиатским собакам. Долгое время тибетский мастино считался единственным предком всех крупных сторожевых собак. Последние исследования ставят этот факт под сомнение, хотя всё это имеет лишь научные значения. С уверенностью можно сказать только, что сторожевые собаки, по всей вероятности, появились в Европе вместе с финикийцами, и скрестившись с местными породами, дали начало новым видам. Наибольший интерес представляют швейцарско-немецкие контакты. В Швейцарии, в кантоне Аппенцель, появилось семейство чёрных, как уголь, огромных собак, в дальнейшем распространившихся южнее, в районе Антельбуха и Берна. От этих собак ведут своё происхождение швейцарские волопассы. На севере эта разновидность собак обосновалась в Ордовии и вблизь Шофхаузера, затем пересекла немецкую область Вюртемберг, где, возможно, скрестилась с местными видами овчарок и голландскими, и английскими охотничьими породами. Так собаки добрались до города Ротвейль, где и родилось их название. До конца средних веков Ротвейль был важным центром торговли скотом. Таким образом, мясники первые стали разводить и использовать этих сторожевых собак, которые поначалу так и назывались «мецгерху», то есть «собаки мясников». В 1901 году было составлено первое систематизированное описание породы, а в январе 2007 года образовался первый немецкий Ротвейлер-клуб – ДРК. Через несколько месяцев у него появился конкурент, который получил название ИРК – «Международный Ротвейлер-клуб». Между этими двумя клубами начались многолетние споры по поводу того, что важнее – красота или функциональность. Немецкий клуб особое внимание обращал на характер животных, в то время как Международный клуб занимался в основном экстерьером. Единое и специализированное общество образовалось только в 1921 году – АДРК – «Всеобщий немецкий Ротвейлер-клуб». Родоначальником породы Ротвейлеров можно считать лорда фон дер Теха, голова которого была уже достаточно внушительна в поперечном диаметре. Лорд был сыном чемпиона 2013 года – лорда Рэма фон Шиферштадта, который ознаменовал собой новый шаг к вершинам породы. Его рост до загривка составлял 72 сантиметра. Но вернемся в наше время и посмотрим, каким должен быть Ротвейлер по стандартам породы. Внешне Ротвейлер представляет собой средних размеров, но не приземистую собаку, крепкую, подобранную силу. Ее вид должен олицетворять силу, ловкость и выносливость. Ее спокойный взгляд должен выражать доброту и преданность. Ротвейлер ведет себя уверенно и смело, сдержанно реагирует на все, что происходит вокруг, и ничто не ускользает от его зоркого взгляда. Его высота дохолки достигает 61-68 сантиметров у кобелей и 56-63 сантиметра у сучек. Половые различия всегда выражены очень ярко. Для обоих полов стандарт различает 4 градации размеров собаки. Маленькая, средняя, выше среднего и высокая. Но это вовсе не означает, что существуют карликовые и гигантские ротвейлеры, то есть, что это разные породы. Порода ротвейлера единая, она допускает разнообразие размеров, поскольку так сложились исторические характеристики собаки. Голова у ротвейлера чуть вытянута в длину и довольно широка между ушами. Правильное соотношение – это 37% от высоты туловища на уровне загривка для самцов и 36% для самок. У сучек ротвейлера голова заметно меньше и легче, чем у кобелей. Но ротвейлер – настоящий брахицефал, потому что поперечный диаметр его головы превышает продольный. О брахицефалии можно говорить, когда показатель, который вы видите на экране, превышает цифру 50. У ротвейлера он выше 60. Череп должен составлять 60% от общей длины головы, а морда – лишь 40%. У этого пса ярко выражены переносицы и скулы. Губы плотно прилегают. Пигментация десен яркая. Черный нос довольно широк, с крупными ноздрями. Глаза – миндалевидные, темно-карие, с плотно прилегающими веками. Уши – небольшие, без складок, треугольные формы. Они немного висят и широко расставлены. Они должны плотно прилегать к голове. Прикус – ножницы подобные. Зубы ровные, они растут по всей челюсти. Шея – средней длины, крепкая, мускулистая. Кожа на ней туго натянута. По своему строению, Ротвейлер пропорционален. Тут имеется свой коэффициент, соотносящий длину туловища с объемом груди. У Ротвейлеров этот коэффициент равен 80-85. Есть и другие важные параметры. Объем груди должен превосходить рост приблизительно на 20%. Высота груди должна составлять 48-49% от высоты по загривку. Грудь должна быть широкой, могучей и мускулистой. Грудная клетка хорошо развита, суставы крепкие. Линия спины прямая и крепкая. Поясница короткая, сильная. Групп широкий, средней длины чуть округлый. Плечи длинные, мускулистые. Лопаточный плечевой угол должен составлять около 115 градусов. Передние лапы, если смотреть анфасы, должны быть прямыми, но не слишком сдвинутыми. Педра широкими и мускулистыми. Ноги длинными и крепкими. Щиколотки сильными с ярко выраженным углом. Если смотреть сзади, конечности Ротвейлера должны быть строго вертикальными. Шерсть у этих собак густая, жесткая, полудлинная, с густым подшерстком. Масть черная, с четко очерченными подпалинами красновато-коричневого оттенка. Ротвейлер – отличный бегун. Его движения должны отражать силу, выносливость и решительность. У него ровная, уверенная, энергичная и пружинищая посты. Широкий шаг, при котором линия спины всегда остается ровной и твердой. Мы уже говорили о тестировании с целью отбора для выведения потомства, но упомянули только о той его стороне, которая касается характера собаки. В действительности тестируется также ее телосложение. Эксперт осматривает собаку сначала в неподвижном положении, а затем в движении. Как это обычно делается на выставках. Кроме того, он измеряет ее высоту дезагривка, длину туловища, высоту и окружность груди. Для осмотра используются специальные инструменты, позволяющие выверить строение головы и точно определить цвет глаз. Особенно тщательно осматривает зубы, так как у собак этой породы часто встречается неправильный прикус, особенно прогнотизм. результаты тестирования могут оказаться очень полезны для дальнейшего ухода за собакой. Поэтому владельцам ротвейлеров стоит подвергнуть своего питомца подобным испытаниям, даже в том случае, если речь идет о домашней собаке. Конечно, тестирование включает в себя проверку готовности к нападению, что требует определенной подготовки. Но, как уже было сказано, каждый владелец должен уметь контролировать свою собаку. Проще всего этого достичь, уделяя определенное время ее дрессировке. Необходимо выбрать школу, инструкторы которой хорошо разбираются в особенности данной породы. Ведь ротвейлера нельзя воспитывать так же, как немецкую овчарку или добермана. Наш друг – сторожевая собака, она не отличается большой подвижностью. Поэтому от нее нельзя ожидать той же резвости и легкости на подъем, которые присущи более мелким и изящным собакам. Чтобы компенсировать эту тяжеловесность, надо постоянно заставлять ее двигаться. Ротвейлер, которому нравится работать, не производит впечатление тяжеловесного существа. Чтобы этого добиться, необходимы специальные тренировки, основанные на игре. Такие тренировки проводят эксперты школы. Еще лучше, если тренировочная площадка находится неподалеку от воды. Во время тренировок температура тела ротвейлера сильно повышается, и только купание избавит его от перегрева. Как вырастить ротвейлера? Все начинается так. Новорожденный ротвейлер, будущий грозный страж, больше напоминает забавного мышонка. Однако растет он быстро, и поэтому много ест. Причем все без разбору. Он пытается откусить палец человеку или ухо собственному братику. Через три месяца он уже почти настоящий ротвейлер. Правильное питание в этот период особенно необходимо, так как ротвейлер будет всю жизнь страдать, если в раннем возрасте его неправильно коррели. Поэтому обязательно нужно проконсультироваться со специалистом и в точности следовать его предписаниям. Кроме пищи материальной, щенку необходима и пища интеллектуальная. Его нужно приобщать к игре и приучать к общению, чтобы он привык к своим друзьям и хозяевам, и научился любить их. Также щенку полезно упражняться на открытом воздухе, но не слишком часто и без принуждения. В этом возрасте вполне достаточно его природной активности. Но оставим четвероногих малышей и обратимся к двуногим. Следить теперь следует не за собаками. Если вы приобрели породистого щенка и правильно его воспитали, для детей совершенно не опасен. Подростки найдут в нем отличного товарища для игр, а для маленьких детей он станет превосходной няней. Следить нужно именно за детьми и за тем, как они обращаются с собаками. Вот такие проделки, например, лучший способ повредить собаке позвоночник. Это абсолютно непозволительно, особенно в раннем возрасте, когда организм животного только формируется. Детям необходимо привить уважение к собаке. Ротвеллер от природы мягок, но не все породы собак также терпелимы. Однако здесь мы затронули достаточный спорный вопрос, не в обиду другим породам. Мы хотим особо подчеркнуть, что настоящий ротвеллер бесконечно терпелив с маленькими детьми, даже когда они этим терпением злоупотребляют. Но будьте внимательны, речь идет о настоящих ротвеллерах, ибо только породистые и правильно воспитанные собаки обладают характерными для породы качествами. Они смогут не только нас защищать, но и в силу своей природной мягкости слушаться нас как при обычных обстоятельствах, так и в стрессовой ситуации. Перед вами лучшие тому подтверждения – образец идеального послушания в ситуации нападения во время тренировок. Для собак, специально натренированных для нападения, трудно стоять спокойно перед статистом, и уж тем более спокойно идти рядом, как положено. Но послушная и уравновешенная собака отлично с этим справится. Кстати, собака, которую мы сейчас видим в работе, та самая, что послужила эталоном при описании стандартной внешности ротвеллера. Вот каких результатов можно достичь, воспитывая животные с любовью и знанием дела. К сожалению, качество щенков от незапланированной вязки гарантировать нельзя. В таком случае, как сделать правильный выбор? Очень просто. Обратитесь за советом. Позвоните в клуб, и вы получите массу полезной информации о породе в целом и об имеющихся щенках. Не стоит полагаться выборить только на себя, особенно если у вас нет опыта. Это может привести к неприятностям. Мягкий, любвеобильный, спокойный, послушный. Все эти качества настоящего ротвеллера, который, будучи сторожем, преданным другом и товарищем по работе, является прежде всего добрейшим существом, которое не может жить без любимых людей. Конечно, в случае необходимости он может превратиться в бесстрашного сторожа, но у него благородное сердце, совершенно как у средневекового рыцаря. Именно таким мы и хотели бы его видеть. Поэтому, если мы решили завести такого друга, недостаточно его купить. Мы должны научиться ценить его по достоинству. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова